сегодняшняя тема сразу скажу, я не сильно по этому поводу переживаю я знаю, где можно купить после 11 узнаю и про после 9 честно говоря, меня как рядового избирателя возмутили депутатские комментарии мы, мол, не покупаем после 9, говорят депутаты или, говорят, вообще не покупаем, потому что нам дарят то есть мы запрещаем, потому что нас это не коснется с таким же успехом можно запретить ходить по улицам и прокомментировать, мы по улицам не ходим, поскольку нам автомобили положены так что и вам нечего околачиваться, где не попадя я бы хотел честного депутатского комментария чтобы вышел народный избранник и сказал, очень нужный закон я, знаете ли, без этого закона совсем сопьюсь и даже не смогу заниматься законотворчеством и вносить депутатскую поправку я, понимаете ли, до 11 успеваю один пузырь высосать да еще и за вторым сбегать а до 9 я за вторым не успею и ограничусь одним законотворчество от этого если и пострадает, то в меру а иначе, верьте аль не верьте, мне кранты, славлю, белочку а зачем, спросим мы, запрещать продавать с 7 утра, а разрешать только с 9 ну как же вы не понимаете удивится депутат, еду я с утра на заседание, а в магазинах уже выставлены и портвешек, и путинка как тут сдержаться, какое тут законотворчество я бы хотел какого-то такого комментария который, по крайней мере, объяснил бы, с чего им пришло в голову вводить очередные запреты, которые в очередной раз будет обходить каждый, кому не лень впрочем, на мой скромный взгляд, запрет этот вредный когда-то я работал в одной спортивной газете работали мы до поздна, а пили не так, чтобы часто, но каждый день чем обернулась 150-летняя борьба с пьянством в России, можно узнать здесь единственный в округе магазин после 11 спиртное не продавал какие-то у них хитрые аппараты стояли, мешающие продавцам проявить сострадание и гуманизм без 15 и 11 мы посылали гонца, ну и в 11 начинали оставалось доделать 2-3 текста, поэтому качество газеты почти не страдало к тому же ухудшить эту газету было практически невозможно если бы бухло продавали до 9, мы были бы вынуждены посылать гонца без 15 и 9 и начинали бы, соответственно, в 9 и за два лишних часа ухудшили бы даже то, что теоретически ухудшить невозможно не всяк запрет во благо, я бы так сказал и сделал бы эту фразу девизом всякого депутата впрочем, пока я писал текст, выяснилось, что питерские депутаты вообще дурью маются вынимают из глаза соломинку, не разглядев бревна оказывается, в биологически активные добавки к пище примешивают растения традиционно используемые при оккультных обрядах различных этнических групп это чудовищное злодеяние раскрыл главный специалист по гигиене и оккультизму Геннадий Онищенко и, конечно, тут же запретил теперь все становится на свои места рабочие классы крестьянства не употребляют биологически активные добавки если только те, которые будут продавать с 9 до 21 поэтому рабочие классы крестьянства ведут себя хорошо добавки употребляют продвинутые сетевые хомячки отчего впадают в буйство и оккультизм ходят на митинги, топчут газоны на чистых прудах а, возможно, даже тыкают иголками в восковую фигурку новоинаугурированного президента РФ все бы ничего, но, боюсь, лишившись привычных психотропно-оккультных добавок хомячки впадут в состояние ломки и поломают не только памятник Абаю Кунанбаеву но и какую-нибудь, предположим, вертикаль власти надо бы помягче скажем, поначалу запретить продавать биологически активные добавки после 9 вечера или, название беру из официального постановления запретить бругмансию, но разрешить брунфелзию запретить мимозу прерии, но разрешить мимозу хастилис а еще губернатор Полтавченко хочет запретить пропаганду суицида среди подростков я вот думаю, когда запрещать будет уже нечего можно ли разрешить депутатам досрочно сложить полномочия как утверждал коллега Шиллер, Мавр сделал свое дело, Мавра можно запретить источник, Глеб Сташков, онлайн 812.ру